Здравствуйте, на связи с вами Романов Сергей и в этом небольшом уроке мы разберемся с вами с нововведениями программы 3ds max вернее то что касается конкретно тканей даже если вы не занимались не занимаетесь вернее анимации занимаясь только моделированием то неизбежно вам придется столкнуться с элементами анимации это конкретно касается тканей и конкретно лежащих тканей в интернете существует много уроков по созданию падающих тканей лежащих и все они основаны на применении реактора но в последних версиях 3ds max это касается 12 13 14 версии но я не помню в 12 есть или нет но в 13 точно нет реактор отсутствует и вместо него появились другие алгоритмы вот конкретно с этими алгоритмами мы на этом уроке и постараемся разобраться создадим какую-то сцену с условными предметами выйдем вид сверху и построим бокс передадим толщину это будет у нас столешница также создадим еще плоскость где-то почти по центру то есть это у нас подразумевается скатерть поднимем ее над столешницей чтобы потом уронить на саму столешницу чтобы не делать лишних телодвижений забегу немного вперед и скажу что в модификаторе который мы можем хотим использовать им клод уже по умолчанию установлена плоскость ее можно назвать глобальной плоскостью плоскостью земли там как угодно и проходит она по нулевой точке координат вот здесь вот если мы переключимся в перспективный вид то вот как раз это вот сеточка вот по этой сеточки и проходит вот эта глобальная плоскость но она бесконечная чтобы она нам не помешала при просчете мы выделяем оба этих предмета и поднимаем на какую-то условную высоту для того чтобы нам уронить эту плоскость на столешницу ну во первых выделим сначала столешницу и модифай изменить и в списке модификаторов ищем вот этот новый наш модификатор и он называется так massfxairbody и назначаем его столешницы у него здесь существует много настроек нас они не интересуют нам единственное нужно с динамики перейти на статику то есть предмет у нас статичный и подразумевается что он будет служить препятствием для нашей этой скатерти далее переходим на скатерть так f4 нажмем разбиение чтобы увидеть для того чтобы материал стал пластичным нужно разбить его на сегменты вот у нас слишком большие сегменты для того чтобы нам разбить допустим здесь вот назначаем 40 тут будет пусть 60 вот мы разбили на мелкие сегменты так теперь в списке модификаторов находим модификатор мклот вот он мклот материал то есть у нас здесь включена динамика все прекрасно здесь не так много как бы настроек но нас интересует только вот вкладочка физические свойства материала и сразу же здесь но пресеты нам не нужны сохранения первая вкладочка идет гравитация сила гравитации она вот от нуля до бесконечности а что такое гравитация вы прекрасно наверное понимаете школе учились чем больше это число тем быстрее предмет движется падает по направлению к этой плоскости нас интересует только от гравитации к этой плоскости ну поставим его сильно злоупотреблять не нужно иначе у нас просто компьютер подвиснет поставим семерочку следующий идет плотность ну можно увеличить можно оставить так это уже путем проб искать нужно так стрэчность это способность материала растягиваться ну нам наверно скатерти не очень нужно это и бэндность это от слова бэнд гнуть то есть способность изгибаться то есть ну здесь можно поставить тоже здесь от 0 до единицы ну средняя 0 5 так все у нас готово и нам остается только нажать клавишу back просчитать вот этот просчет так просчет закончился то есть скатерть мы положили уронили на плоскость но это без разницы не имеет значения то есть все какие-то каких-то претензий особо сильных нету единственное что в данном случае у нас материал немножко такой жесткий грубоватый а в предыдущих версиях реактора были ну там готовые пресеты которые там означали cities шелк там по по материалам здесь же этого нет здесь всего лишь вот эти вот настройки вот играя с этими настройками и второе наверное самое основное от чего зависит мягкость материала это разбиение на сегменты чем мельче разбиение на сегменты тем мягче материал тем более острые углы на углах получается ну это все довольно таки просто и понятно вот хотелось бы еще разобраться с одним моментом который может вам пригодиться так уберем просчет и немножко изменим нашу сцену возьмем и двинем вот сюда в сторону и сделаем просчет вернее пока не сделаем просчет нам нужно разобраться вот с двумя вот этими инструментами они означают это торможение это сила трения то есть мы возьмем и обнулим торможение и силу трения и сделаем просчет и у нас дальше уже не будем смысла нету то есть у нас материал упал и очень быстренько соскользнул на пол то есть причина в том что вот как раз сила трения нулевая и торможение вот этими двумя параметрами можно отрегулировать что материал задерживался на этой плоскости допустим даже что по умолчанию стоит 0 5 и 0 5 здесь это параметры которые стоят по умолчанию если мы их вернем так снимем просчет и просчитаем еще раз и уже материал задерживается но дальше досчитывать не будем все ясно понятно но постепенно он все равно сползет но уже это как бы вариант то что можно сделать какую-то ткань которая лежит свисает там на кровати на стуле на столе иногда бывают такие ситуации что нужно создать именно вот такое и как раз вот эти два инструменте к они вам помогут создать вот такую вот ситуацию в интерьере так с этим понятно вот еще один момент мы вот сейчас вот повернем и чуть ближе подъедем да вот так вот мы видим вот такой зазор у столешницы он не всегда уместен если у вас виден торец а то этот зазор наверное будет не очень хорошо смотреться но в любом случае если торец виден у вас вы примените модификатор там какой-то shell создадите толщину но все равно это не спасет такую толщину большую наверное это перебор вот этот зазор он регулируется вот этим параметром так вот здесь в данном случае стоит 31 мы можем поставить ну допустим 2 даже даже можно чуть чуть поменьше полтора где полтора поставим снимем просчет и по новой просчитаем так завершим так зазор стал поменьше да так 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 поменьше мы сделаем его еще меньше вот допустим 07 снимем просчет так вот уже зазорчик стал получше так расчет завершаем но появляется артефакты вот такие у нас стол прорезал вот этот материал то есть мы уменьшили вот это расстояние стол у нас режет но от этого можно избавиться только одним способом то есть разбиение тут можно в одном направлении разбить вот здесь вот еще сделать пост к эту еще грани сделать здесь или же полностью от квадратик ну допустим возьмем разобьем на 4 части так сбросим просчет так согласимся и в два раза увеличим так наши полигоны 120 то есть это получится что мы каждый квадрат разобьем и просчитаем но время просчета естественно увеличится намного но эффект уже будет другой то есть вот уже у нас плоскость не рвет то есть стол не рвет нашу плоскость но больше мы не будем просчитывать и тратить время так вот как вот более-менее но у нас успокоилась вот таким образом можно работать с этими алгоритмами ну и дальше еще один момент он в принципе то есть для того чтобы снять вот эти ключи анимации сделать это просто объектом для этого правой кнопкой мыши на модификаторе collapse то то есть свернуть согласиться с все у нас объект уже является не анимированные просто это объект в интерьере так и можно применить модификатор вот как раз о чем мы говорили shell так вот здесь такая толстая здесь сантиметр у нас это много и он так это наружу наружу мы только чуть-чуть сделаем а в основном внутрь внутрь тоже толстая ну такой вот еще достаточно толщина даже даже это слишком толстоватый наверное вот вот мы получили вот такой вот скатерть ну на этом решите закончить пробуйте дерзайте